Эх, мах, подолго там летит сокол Идут солдаты, пойдем на войну В чужую сторону Прощай, родня, не плачь и зря Коль мы помрем, так только разверь Мы все отечество за веру зацаря Идем на бой, и на свет, и на свет Эх, мах, родителям скажи сокол Скажи сокол Что с ними сын просился Матушки винтовку взял А штык отцом назвал Кольца царя, коза народ Со сходом сход С народной ротом Когда погибнуть наша очередь придет Уберем за Русь С свободой С свободой Добро! Ну что с тобой Хлемников буду делать Бьюсь с тобой, бьюсь, а ты совсем как верблюд Только рогов у тебя нету Вот и я так же говорю Шли бы вы все К матери вашей, черт Кроме подпоручика Рота Смирра Шестая построена для занятий Здорово, шестая Здорово, злой, бать-бать Ну Твоя Коваль фамилия Точно так, ваше превосходительство Хлемников, Тимофей А чем до службы занимался? Разве не кузнец? Рубил ваше высокоблагородие Что-то робил, дура Все, ваше высокоблагородие Землю пахал За скотиной ходил Ну, а кто твой полковой командир? Я тебя спрашиваю, дьявол, тебе в печенку Кто твой командир полка? Кто я? Понимаешь, дура? Я Я Кто я? Не могу узнать Кто здесь младший офицер? Я, господин полковник А, подпоручик Ромашов Извольте руки на заднице не держать Когда разговариваете с полковым командиром Я вижу Подпоручик, вы больше о бабьих хвостах Думаете А солдат в фамилии своего полкового командира Не знает Он из глухой деревни, господин полковник Неграмотен И, кроме того, он больше суток не спал Задерган Штабс-капитан Федоровский Объявите в приказе Под домашний арест На четверо суток Завтрашнего дня Слушаюсь Безобразие Стыдно вам, капитан Слива Старый служак, а и так распускаете молодежь Слушаюсь Жучте их Не стесняйтесь Так точно, господин полковник Пошел Зачем мне вас в роту прислали Нужны вы мне, как собаке, пятая нога Разойдись Ромашов Плюй, ангел на все Береги здоровье Ну, посмотри на него Сейчас напьется До подушки И отбой Ну, что у него есть Никого Ничего Во всем свете Захотела меня мать За Ивана отдать У Ивана В саду яма Завсегда я буду там Захарчук Шабани ты эту птицу Мешает Мать тебе Черт Нако Распелся Шурочка 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 Саша, милая Ромочка Ну, заходите Заходите Чего там застряли Вот Спасибо Воображаю, как я вам надоел Опять за глупости Садитесь, будем чай пить Володя Это Ромашов пришел Здравствуйте Ромашов Здравствуйте Набанбулер Извините Вот, занят Наш Иностранный Противник Унзер Ауслендешер Небанбулер Да вы ничего Юрий Алексеевич Вы посидите Немного Оправьтесь Оправься Как у нас Командуют Новости Есть? Новости? Да нет Какие же новости? Я вот влетел На четверо суток Небанбулер Скажите, пожалуйста Наш иностранный Противник Небанбулер Счастливец, Владимир Ефимович Вот осенью В Петербург поедет В Академию поступит Ну Это еще надо посмотреть Два раза С позора возвращались В полк Теперь уж Последний шанс Не болтай глупостей, Шурочка Я же сказал Выдержу И выдержу Я сказал А ты вот лучше скажи-ка мне Каким условием Должен удовлетворять Боевой порядок части Ну-ка Офицер генерального штаба Каким условием? Отстань Хотя нет Постой, постой, девочка Боевой порядок Это чтобы удобнее было командовать Командовать И Постой, постой А за постой деньги платят Ну-ка Боевой порядок Должен удовлетворять Следующим условиям Поворотливости Подвижности Гибкости Удобство командования Приспособляемости к местности Он должен Возможно Меньше терпеть От огня противника Легко свертываться И развертываться И быстро переходить В походный порядок Хорошо, Ромочка? Замечательно Мы ведь все проходим вместе Математику, уставы А артиллерия мне, правда, не дается Все противные формулы Особенно в баллистике Посмотрите Сколько я бумаги Исписала на его сочинение Хочешь мира? Готовься к войне Каждый год Одно и то же задают У вас строчки Вниз бегут, спотыкаются Как пьяный А чему вы улыбаетесь Я бы хоть сейчас выдержала Не могу здесь больше оставаться Ромочка Не могу Поймите меня Остаться здесь Это значит Опуститься Ходить на ваши пошлые баллы Сплетничать Злиться по поводу суточных Каких-то жалких грошей Так А что если на минутку пойти И подышать свежим воздухом? Вы знаете Володя мой пороху не выдумает Но он честный, смелый Трудолюбивый человек Пусть он только пройдет В генеральный штаб И я клянусь Я ему сделаю Блестящую карьеру Во мне есть Я не знаю Как это выразить Такая гибкость души Что я всюду найдусь Ко всему сумею приспособиться Я знаю языки Я умею Поглядите на меня Ромочка Поглядите внимательно Неужели я так Неинтересна и некрасива Неужели мне всю жизнь Киснуть в этой трущобе Смотреть на этот Омерзительный коврик Которая своими руками вышла А все это Мещанское благополучие Все это гадость Гадость Саша Отвечайте же Неуклюжий Ромочка Хороша я или нет Ну? Очень красивый Тебе кури. Что это такое? Откуда ты взял? Буфенчик долг не дает, а я за свою деньга купил. Ничего, кури, ваше благородие. Кури, дарю тебе. Аристантик! Аристантик! Подайте бедному заключенненькому! Подайте! Ой, Ромочка, сумасшедший, что вы делаете? Александра Петровна, как мне благодарить вас, милая? Ромочка, да что это с вами? В чем вы так обрадовались? Ой, да у вас даже глаза блестят. Постойте, я же вам калачик принесла, как арестованному, и яблочные пирожки. Степан, несите же корзину. Если бы вы только знали, о чем я думал нынче ночью. Благодарю. Ой, если бы вы только знали. Но это потом. Да, потом. Вон идет мой супруг и повелитель. Пустите же руку. Какой вы сегодня и удивительный, Юрий Алексеевич. Даже похорошели. Иди, Шурочка, иди. Вы правы, оба сумасшедшие дойдет до командира. Что хорошего. Он ведь у нас под арестом. Прощайте, Армашов, заходите. Слушайте, Ромочка, нет, правда, не забывайте нас. У меня единственный человек, с кем я как с другом, это вы. Слышите? Только, пожалуйста, не смейте делать на меня таких барыньих глаз. Пожалуйста, Ромочка, не воображайте о себе. Вы ведь и не мужчина вовсе. Тебе не горячо? Я, Василий Нилович, крайне нуждаюсь в деньгах. Мне, знаете, после смерти супруги приходится... Сами видите, и за мамку, и за няньку. Я вам, Адам Иванович, с первого жалу не заплачу. Нет, правда, Адам Иванович, я же миллионер, я Ротшильд. На прошлой неделе половина моих кур подохла. Черт так знает отчего. Ну, и жильцов у меня сейчас, кроме вас-то, нет. Обеды я вам посылаю в долг, в второй месяц. Так что, сами видите. Я так к вам. Да? А у меня, Василий Нилович, сегодня счастливый день. Вы единственный мой друг. И я хочу рассказать, что... Знаете, Ромашов, и я счастлив. Я вовсе не болен. Мысль моя в эти часы свободна. Хотя, я знаю, я знаю, мой милость, что это, увы, не что иное, как действие алкоголя. Но в обыкновенное время мой ум, моя воля, они подавлены. И я делаю вещи. У меня к ним совсем не лежит душа. Слушайте, Василий Нилович, вы такой талантливый и чуткий человек. Вот будто нарочно губите себя. Ах, милый мой. Не все ли равно? Ну, Василий Нилович, а если бы вы встретили в жизни женщину, которая бы сумела вас оценить и была бы вас достойна, то вы бы... я встретил один-единственный раз необыкновенную женщину. Она разлюбила меня, потому что я пью. Впрочем, не знаю, может, я и пью от того, что она меня разлюбила. Я люблю ее до сих пор. Хотите? Я прочту вам ее письмо. Первое, последнее, которое она написала. Вы этого стоите. Хотите? Хочу. Между нами не было романа. Так. Всего десять, пятнадцать встреч, интимных разговоров. У нее в конце строчки всегда бегут к этой вниз. Смотрите. Я любила вас и до сих пор еще люблю. Я знаю, что мне нелегко будет уйти от этого чувства, но я одержу над ним победу. Во мне, правда, хватило бы сил быть сестрой милосердия при безвольном, опустившемся человеке, но я ненавижу чувство жалости. А другим быть мы не можете. Ах, если бы вы могли. К вам стремится мое сердце, все мои желания. Я люблю вас. Но вы сами не захотели меня. Ведь для любимого человека можно перевернуть весь мир. А я вас просила так о немногом. Мысленно целую вас в лоб, как покойника. Вот. Потому что вы умерли для меня. Пожалуй, она никого не любила. Кроме себя. И вы никогда не бываете у Александры Петровны? Как? И вы тоже? И вы тоже? Ай! И вы тоже? И вы тоже. Ай! Ай! Ходит, ходит, каждый день, вчера, сегодня, отчего ходит. Вы, конечно, без этой гадости не можете обойтись. Молодец. Молодой такой, славный, способный мальчик, а без водки не сядете за стол. Зачем? Это все вас Назанский портит. Еще и пить совсем не умеете, а то же. Приказ принесли. Я понимаю вашему возлюбленному Назанскому простительно. Он отпетый человек, но вам-то зачем? Вот, кстати, Назанский. Увольняется в отпуск по домашним обстоятельствам. Значит, запил. Он что, закурил? Василий Нилович? Нет, не заметил. Впрочем, кажется, пьет. Я бы таких людей и стреляла, как бешеных собак. Позор для полка, мерзость. Да. Да. А вы читали в газетах об офицерском поединке? Нет, не читала. Что? Конечно, вы по обыкновению ничего не читаете. Право, Юрий Алексеевич, вы опускаетесь. Да-да. Вы понимаете, какие условия? 15 шагов и драться до тяжелой раны. Ведь это ж бойня. Я не знаю, что... Да, я слышал. Это ужасно, Ромочка. Несчастный подпоручик, Фендрик, вроде вас, получает, наконец, тяжелую рану в живот и умирает в мучениях. А у него, оказывается, была старушка-мать. Нет, нет. Дуэли нужны. Нужны. Это либеральные трусы сейчас загалдят о хварварствах, пережитых диких времен. Однако вы права жадны, Александра Петровна. Нет, я жалостлива. Но для чего офицеры? Для войны. Им нужна смелость. Умение не сморбнуть перед смертью. А где эти качества проявляются в мирное время? В дуэлих? Ваша профессия, Ромочка, рисковать жизнью. А я так и не сказал ей, какие у нее глаза, какое у нее смуглое лицо, страстное лицо. В нем есть что-то цыганское. Виноват, ваше благородие. Забыл сказать, тебе от барыни Петерсон письма пришла. На. Если от барыни Петерсон еще придут, скажешь, подпоручик ушел. Куда неизвестно, когда придет неизвестно. Повтори. Уходи неизвестно, приходи неизвестно. Так? Молодец. Давайте, Вац. Читай. Читай. Если хочешь с меня смеяться, то я этой измены не перенесу. Один глоток с пузырька, и я перестану страдать навиг. Тебя загрызет совесть. Давай одеваться. Ваше благородие, хочу тебя, пожалуйста, очень попросить. Ну? Подари мне белый господин. Какой белый господин? Вот этот. Зачем он тебе? А? Молиться в воду. Вот чудак. Ты же сам рассказывал, что вы поклоняетесь идолам. А это знаешь кто? Я не знаю. Это Пушкин, старина. Повтори за мной. Пусин. Пускай Пусин. Бери, сделай милость. Если что, по службе, то беги за мной в собрание. Ну, понял, старина? Я понимаю, понимаю. Мой ужин можешь съесть сам. Ой, когда мы садились в экипаж, я не хотела своего болвана брать с собой. Говорю, у тебя сапожище грязное, ты на все платье испортишь. Я осторожно. Ой, музыка уже. А это для слуха, танцы еще не начались. Фикс, когда ты спишь, ты храпышь, дюша мой. Как вам диким будет? О, моя прияла, и Петерсоны с ней. Немедленно отходить и маскироваться. Юрий Алексеевич, сегодня вы распределить танцы. Устройте, голубчик, чтоб жена не сидела. Ну-ка, религенцию, ну попасите ее, ну бог уж с ней. Пополчей, я вас прошу. Федор Фадеич, пожалуйста, подирижируйте нынче за меня танцами, а мы... Моншер, мой друг. Пукуар, с какой статей. Федор Фадеич, ну умоляю вас. Хорошо. А нет ли у вас, как это называется, трех рублей? Нет. Любля. В таком случае, пойдемте в дюфет. Басилька. Две рюмки. Господа! Ну что же это такое? Мы хочем танцевать. Юрий Алексеевич, кажется, вы сегодня назначены. Хорош нечего сказать дирижон. Ну вот, Петр Фадеич просит... Мефа, пардон, мадам. Это моя вина. Пройдемте в зал, господа. Пойдемте в зал. Петр Фадеич. Нет, Ализар. Ну вы мне скажите, отчего мне всегда так жарко? Умоляю вас, скажите. Это от того, что у вас такой былкий темперамент. Катрин. Фонд. Гаварье. Ангаже му даму. Оркестр. Валяете, Катрин. Шоссе. А я по вашей просьбе оставила вам третью кадрильку. О, какой вы нелюбезный! Почему вы не потрудились ответить на мое письмо? Ваше письмо не застало меня дома, клянусь. Наручьте мне голову, точно не знаю, где вы бываете. Не будем ссориться, Раиса Александровна. Я знаю все интриги этой женщины, этой брунетки. Только напрасно на себя воображает. Божественная, ручку лоб сдать. И как-то начальство разрешает шушествовать в такой красоте. Я не знаю. Мы про эту Шурочку кое-что знаем. У нее отец проворовался. Так что пусть она не задается на макароны. Просил бы вас не отзываться так о моих знакомых. Я раскрою глаза этому дураку Николаю, которого она третий год не может пропихнуть в академию. И ударит поступить, когда он не видит, что у нее под носом делается. Иначе будет. Иначе будет. Будем говорить на чистоту. Я не люблю вас. Ах, скажите, как мне обидно. И вы меня, впрочем, не любили. Так играли какую-то лживую игру. Для любви вы слишком ничтожные. Конечно, это вы и избранная натура. Вам нужно было, чтобы вас кто-нибудь окружал. Тогда непременно, чтобы все видели ваших рабов. Для этого я могла выбрать кого-нибудь получше. Ничего, вы еще во мне услышите. А время идет. Рабы все реже и реже. Не беспокойтесь, я сама бросаю, когда захочу. А вы боялись, чтобы я от вас не ушел? Вы жили со мной без любви. Это хуже, чем за деньги. А вы, вы пользовались мной, как самгой. Так, на всякий случай. Если так не удастся. Я вам не прощу. Не будет того, что вы затеяли. Не будет. Не будет. Не будет. Мой болван здесь. Улыбайтесь. Здравствуйте, дорогой Жоржик. Что это вас так давно не видно? Да так как-то. Все занятия. Знаем мы ваши занятия. Ставите, горячите. Что у вас? Юрий Алексеевич, со философствами танцы, видите ли, ходжилис во век маншер. А сам пляшет. Ну, танцуйте, дети мои, танцуйте. Я вам не мешаю. И этого святого, необыкновенного человека я обманывала. Ох, если бы он знал. Вы прямо актриса. Довольно, Ромашов. Вы добились чего хотели. Я ненавижу вас, подлец, мерзавец. Пока какие курицы сушены. Убирайте. Видишь. Убирайте. Убирайте. Убирайте эваку. Убирайте эваку 5 чайку. Убирайте. Я не знаю, зачем мне ушла. Я не знаю, зачем мне ушла. В тиши жила, в лесу жила, и вертянно крутила. Откуда у тебя такая штука, Ромашевич? Ромашенко. Да так, Павел Павлович, взял из плакового оркестра. Там она не нужна совсем. Разве ты играешь? Хотел научиться. Забросил. Все, брат, забросил. Играть, читать, языками заниматься. Думал, в академию готовиться. Ой, друг мой, как мы живем, Павел Павлович? Как мы живем? Да, брат, что уж тут говорить. Жизнь, это вообще одна натурфилософия и энергетика. Послушай, голубчик, а что за штука энергетика? Мы что делаем? Сегодня напьемся пьяные, завтра в роту раз-два, левой-правой. Вечером опять будем пить, послезавтра опять в роту. Нет, ты подумай, Павел Павлович, неужели в этом вся жизнь? Неужели вот так вот? Я тебе сказал! Плюй, Ангел, на все. Береги здоровье. Береги здоровье. И плюй! Ваше Балородие. Там Степан Динчик стоит, спрашивает, будешь писать ответ? Сегодня. Быстро умываться, Гэнн. Умываться я кому сказал? Сейчас, сейчас, сейчас. От Александра Петровны. Ах так. Вы забыли, что сегодня день наших общих именин. Напоминаю об этом. А что ж ты? Молча, правда. Александр Георгий, поздравляю. Может, по этому случаю пойдем в собрание, иван зим поединой. Подожди, Павел Павлович. Несмотря ни на что, я хочу вас сегодня видеть. Поедем пикником на Дубечную. Что это значит, несмотря ни на что? Ну, и почеркнуто. Значит, что-то есть? Угу. Ну-с, господа! Выбьем же первую чару за здоровье нашей дорогой именинницы. Дай ей Бог всякого счастья и чин генеральши! Генеральши! Ура! Ура! Спасибо! Поздравляю. Давайте разложим костер. Сегодня наш день. Царица Александра и рыцарь Георгий. Не забудьте же. А теперь за здоровье Владимира Ефимовича. За его успех на будущей службе в генеральном штабе. Ура! Спасибо, спасибо, господа. Налейте меня. Я вас. Господа! А среди нас есть еще один именинник. Я поднимаю свой бокал и предлагаю выпить за Георгия Алексеевича. За вас, Ромочка. Здравствуйте. А шпаги выглотаете? За тебя. Сверло вместе. Господа, господа! Господа! Чужик, пыжик, где ты был? На фонтанке лодку пил. Выпил рюмку, выпил две. Закружилась в голове. Станешь чижико ловить? Станешь в клеточку садить? Чужик, чужик, не хочу. Я из клетки улечу. Не люблю я этих провинциальных пикников. Но это нужно было сделать для мужа перед отхестом. И все-таки я не знаю, почему я сегодня безумно счастлива. О, бонжур, месье, бонжур. О, Бабетинский, почему так поздно? Без фамилиарностей. Бэк! Что? Хватит! Садись в чарство. Давайте, господа, на свежем воздухе винт. Нарая! Не согласен, господа, с удовольствием. Фу, свинильницей? Благодарю. А где же она? Чарство. Да я полагаю, где-то за цветами. Я вас потеряла. Я здесь. Александра Петровна, простите, но вы не боитесь, что вас хватится? А мы спрячемся куда-нибудь подальше, раз вы боитесь. Александра Петровна! Сядем? Ну? А знаете, чесень такая смелая? Нет. Нет, не знаете? А я сегодня у вас влюблена. Нет, нет, нет. Нет. Не воображайте, пожалуйста, это завтра же пройдет. Ну подождите же, ну слушайте же. Это самое важное. Я вас сегодня видела во сне. Мне снилось, будто мы танцуем. Где-то играет музыка. И мы с вами танцуем. Нет, нет. Только во сне может быть такая сладкая, такая чувственная близость. Слушайте, Ромочка, а вы летаете во сне? Ну, конечно, летаю. Только с каждым годом все ниже и ниже. В детстве я летал. А теперь только прыгаю. И вот после этого сна утром мне захотелось вас видеть. Ужасно, ужасно захотелось. И если бы вы не пришли, я не знаю, что бы я сделала. Мне кажется, я сама побежала бы к вам. Потому да и просила вас прийти не раньше четырех. Понимаете, почему? Нет. Когда будут все. Я боялась за себя, дорогой мой. Понимаете ли вы меня? Нет. Нет. Я люблю вас. Я люблю. Ромочка, не надо. Не надо. Не надо. Ромочка, зачем вы такой слабый? Нет. Вы милые мне своей неловкостью, своей чистотой, своей нежностью. Меня волнует ваше прикосновение, ваша близость. Но зачем вы такой жалкий? Ах, если бы вы могли завоевать себе большое имя, большое положение. Я сделаю. Я сделаю это. Вы будьте только моей. Идите ко мне. И всю мою жизнь я... Верю, голубчик. Верю, что вы хотите. Но вы ничего не сделаете. Я знаю, что нет. Ах, если бы я хоть чуть-чуть надеялась на вас, я бросила бы все и пошла за вами. Дорогой мой. У нас все общее. Мы понимаем друг друга без слов, одной душой. И вот и должны отказаться от тебя. Это уже второй раз в моей жизни. Да. Я знаю. Он говорил тебе? Нет, это вышло случайно. Мне так хорошо с тобой, любовь моя. Мое недолгое счастье. Пойдем. Скажи мне. Скажи, ты не любишь его? Зачем же вы вместе? Пойдем, пойдем. Да встаньте же, Юрий Алексеевич. Нас хватит. Пойдемте. Саша. Саша, если я возьму себя в руки, если добьюсь того, чего хочет добиться твой муж, и даже большего. Да. Тогда да. Да, да. Ну, пойдем, пойдем. А то еще начнут разыскивать. Ромочка, теперь последний. Саша, слушайте, я не хотела портить вам праздник и не говорила. Вы не должны у нас больше бывать. Почему? Я не знаю, кто это делает, но мужа осаждают анонимными письмами. Пишут какую-то грязную, площадную гадость про меня и про вас. Прошу вас, не ходите к нам. Прощайте, мой бедный, бедняжка. Дайте руку. Сожмите крепко. Крепче, так, чтобы больно было. Еще. Ах, вот так. Прощай, радость моя. Мое неблагое счастье. Звук gasp Моей жене сокол, скажи жене, что изменил солдат нечь, то решился над рукой на шашке настольной. Прощай, родня, не плачь и зря, коль мы помрем, так только разветь мы за Отечество, за веру, за царя. Идем на бой, и на свет, и на свет. Шелонеры! Равненья! Равняйтесь, сукины вы, дети, что рты разинули, каши захотели. По веревке мне не ровнять, держи по веревке. Ты что, рот разинул, каши захотел. Стой ровно, мать чередония, черт! Солдат должен иметь в себе веселость, как орел! Чего рот разинул? Ты, подлая душа, перед смотром весь взвод нарушаешь! Чиповаренко! Не смей драться! Слушай, Ваше Вороди! Только, извольте вам доложить, никакой с ним возможности нет! Вот погоди, я тебе пососмотра разглажу морду. С утра до вечера торчишь здесь, едва успеешь пожрать и водки выпить. Чай дайте! А ударить его Каналью, видишь ли, не смей. Нет, помилуйте, он личность. Да, да. В прежнее время личностей не было, а лупили, как скотов. Как сидоровых кос. Нет, ты меня хоть от службы увольняй, а я ему, если он заслужил Каналье, загляну куда надо. Бить солдата бесчестно. О-о-о! Нельзя бить человека, который не может даже поднять руку к лицу, чтобы защититься. Это стыдно. Видали мы таких миндальников? Через год, если не выпрут из полка, сами их будете по мордасам щелкать. Не хуже меня. Если будете бить солдат, я на вас подам рапорт командиру полка. Эй, ты что, Фендри? Что? Едут, едут господа! Махальщики! Поговорим после парада. Господа офицеры, прошу всех по местам, быстро. Волк, слушай! Накрабул! Поторопись, голубчик, совсем засну. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Взять и стрелять Хлебников! Субтитры подогнал «Симон» 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 Сейчас же снять Хлебникова из Невальства Субтитры подогнал «Симон» 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 Ты что думаешь, плохой револьвер? Слона можно убить. Сейчас мы попробуем. На шкафу какой-то шпаг стоит. Стоять! Смирно! Сейчас я тебе задам! Не смей! Отдай! Ну, тогда одеваться. Куда? Эй, раб! Оруженосец! Давай одеваться! А куда? Извозчик! А я, брат, знаю, куда ты меня тянешь. Ты, брат, меня тянешь к женщинам. Извозчик! Ну, скажи, куда мы едем? Завали к девочкам. Мы им шепнем, что ты первый раз в жизни. Пошел! Они это любят. Миленький. Голубчик. Извозчик! Играйся к черту! Мужчина! Что вы такой скучный! Пойдемте в комнату! Стойте, Веткин! Господа! Гош Ромашевич! Институтка! Он первый раз, а! Ну-ка, ну-ка, расскажи! Только, миленько, не проговори, что мы от девочек приехали. Мы были здесь, в офицерское собрание. Весь вечер! Слушай, Фенрик, хочешь с нами выпить? Ну, выпей, выпей. Ну, я прошу. Ну! Господа, что вы тут делаете? Тихо. Подождем. Может, собака залает. Вот под это и выпьем под собачий лай. Господа, ради Бога, оставьте, дайте мне уйти. Нет, брат. Куда? Раньше выпейте с порядочными господами. Вот под это и выпьем. Господа, я не буду. Выпей! Что вы делаете? Выпей! Держите его поручик! Вот. Пей! Убирайся к дьяволу! Не перехватеешь, брат! Вот. Господа, споем нашу. Любимую. Веткин! Играйте! Быстры, как волны, все дни нашей жизни. Что день, то короче к могиле наш путь. На леве, товарищ, затравную чару. Бог знает, что с нами случится впереди. Умрешь, пока родят, как нежил на свете. Уж снова не станешь креселью друзей. На леве, товарищ, затравную чару. Бог знает, что с нами случится впереди. Кто знает, что будет, что ждет впереди. Штальной лисеец продырянет на вылет. Заверзлешь ли спьяну в ветерной степи. На леве, товарищ, затравную чару. Бог знает, что с нами случится впереди. Кто знает, что будет, что ждет впереди. Извините, господа, я пошутил. Либералы пошли, матери твоей. Черт, развращают роту. Их подлецов драть надо. Оно щучукает. Вряд ли! Вряд ли, брабанная скура. Господа, господа, ну-ка. Да будет вам. Истязательный солдат, позор. Таких миндальников за хвост. Из компании вон. Сами позорите полку. Вы разные Назанские. Вы чем здесь Назанские? У вас что, есть странные причины? Будьте им недовольны. Сволок! Я вас наспорту! Узываю его. Я успокойся. Я ему садись. Смотри, во что себя превратило. Плюнь, Ангел, на все. Береги здоровье. Будет мной подан рапорт. Это командиру полка. Белое продолжение. Дело 싶ывает карман. Аいное не позволено. Любовь отlasting трамванного дерева. Бли community. Насколько-то так и до тратков. Домаютapa, адрапimbap. Продолжение следует... 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 Решение вам будет объявлено. А пока вы свободны. Какие сны! Кто вы? Там никого нет? Никого. Мы здесь одни. Да. Мне показалось. Постоянно такие страшные галлюцинации. Я так боюсь в своей комнате. А хотите, я останусь ночевать? Нет, что вы. Мне бы немного водки. Я без денег. А что это с вами? Ничего особенного. Я завтра дерусь на дуэли с Николаевым. Суд офицеров решил. За каждым из нас сохраняется полная свобода. Драться на дуэли, либо оставить полк. Слышал? Скажите правду, Ромашов. А вы не боитесь? Дуэли нет, не боюсь. Не буду лгать. Конечно, страшно. Но я не струшу и не попрошу прощения. Ромашов. Милый мой, милый Ромашов, ну зачем? Зачем вы хотите это делать? Он ударил меня в лицо. Ну так, ну ударил. Все на свете проходит, пройдет и ваша боль, и вы забудете об этом. Но человека, которого вы убили, вы никогда не забудете. Нет. Убийство, это всегда убийство. Вы отнимаете у человека радость жизни. Посмотрите. Нет. Вы только посмотрите. Вы только посмотрите, как прекрасна, как обольстительна жизнь. Два человека убивают друг друга. Разве не себя убивают? Они убивают природу. Они убивают величайшую гордость. Человеческую мысль. Ах, дураки. Дураки. Ну что же мне делать, уйти в запас? Нет, ну куда же я денусь? Куда пойду? Куда? Мимо нас по... Плывет сложная. Огромная. Вся кипучая жизнь. А мы стоим в своих стойлах. И ржем молчать. Бунт. Расстреляю. Вот он! И этого Юрочка нам жизнь никогда не простит. Да, наступит время великих разочарований. И страшные переоценки. Что-то мне... Опять запомните Юрочка. Великих разочарований. Вы правы. Вы правы, Василий Нилович. Я уйду в запас. Не знаю сам, как я это сделаю, но уйду. Уйду и будь что будет. Откажитесь от дуэли. Откажитесь, идите. Идите, не бойтесь. Ну ладно, ну не повезет вам. Но ведь любой бродяжка живет в десять тысяч раз интереснее, чем вот Атам Иванович или капитан Слива. Идите, идите. Да, непременно. Прощайте, Василий Нилович. Спасибо, Нилович. Почему вы прощаете? До свидания. До свидания? А почему не до свидания? А почему не до свидания, Швеция? До свидания, Швеция! Эх, я устал. Почему свет в окне? Кто там, секунданты? Тебе барыня пришла? Сидит. Какая барыня? Кто? Шурочка. Александра Петровна, это вы? Кто у вас рядом со стеной? Там слышно? Там пустая комната. Можно говорить громко. Погасите лампу. Погасите лампу. Садитесь. Зачем вы это сделали? Неужели раньше чем кинуться на него, вы не могли вспомнить обо мне и остановиться? Вы никогда не любили меня. Я люблю вас. Я знаю, вы не называли на суде моего имени. Но ваше рыцарство пропало понапрасну. Все равно по городу катится сплетня. Простите меня, но я не владел собой. Меня ослепила ревность. 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 Неужели вы думаете, что мой муж удержался от удовольствия рассказать мне, откуда вы тогда приехали в собрание? Простите меня. Я там ничего дурного не сделал. Простите. Простите. Слушайте, Георгий Алексеевич, мне дорога каждая минута будем говорить по делу. Вы знаете, что для меня такое Володя? Я на него убила часть своей души. Вся эта мысль о генеральном штабе целиком моя. Я тянула его изо всех сил. Зубрила вместе с ним, репетировала, ободряла минуту уныния, когда он дважды проваливался. Это мое собственное, любимое, больное дело. И что бы там ни было, на этот раз он поступит. Но я... Что же я могу сделать? Я рассказала тебе всю правду на пикнике. Я не люблю его. Ну, подумай. Три года. Целых три года планов, надежд, упорной, противной работы. Ты знаешь, я ненавижу до дрожи это мещанское и нищенское офицерское общество. Я хочу быть всегда прекрасно одетой, красивой. Я хочу поклонение власти. И вдруг эта пьяная драка и все кончено. Все разлетелось в прах. Но я не виню тебя. Ты меня слышишь? Да, да. Говори, говори, говори. Если только я смогу, сделай все, что ты хочешь. Нет, нет, нет. Выслушим ее до конца. Понимаешь? Если его отстранят от эксаменов, кончено. Я в тот же день бросаю его и еду. Все равно куда. Да. Я молода, умна, образована. Да, я не красавица, но сумею быть поинтереснее многих красавиц. Я надругаюсь над собой. Сгорю. Не говори так. Мне больно. Ну, хочешь, я откажусь от поединка. Ну, хочешь, я извинюсь перед ним. Ты меня не понял. Ты такой чистый, добрый. Я стеснялась говорить тебе об этом. А я расчетливая, я гадкая. Иди же ко мне ближе. Как раньше. Нет, говори все. Я люблю тебя. Если ты откажешься, дорогой мой, я ведь все давно обдумала и взвесила. Положим, ты отказался, извинился. Честь мужа реабилитирована. А ты? Сколько обид, страданий, позор. Ну, подумай. Дуэль, окончившаяся примирением, в ней есть что-то, ну, что ли, сомнительное. Какое-то недоумение, разочарование. Ну, ты понимаешь меня? Да. Так что же? А то, что тогда его почти наверняка отстранят от экзаменов. Репутация офицера генерального штаба должна быть без пушинки. А если бы вы в самом деле стрелялись, то тут что-то сильное, героическое. Людям, которые умеют держать себя с достоинством под выстрелом, понимаешь, им многое прощают. А потом, после дуэли, ты, если хочешь, мог бы извиниться. Хорошо, я тебе все обещаю. Вы непременно должны завтра стреляться. Но ни один из вас не будет ранен. Пойми меня, не осуждай меня. Но ради меня сделай ты Георгий. Не спрашивай о муже, он знает. Нет. Я все... Все... Все сделала. Хорошо. Пусть будет так, я согласен. Георгий. Ты уходишь? Да. Прощай. Поцелуй меня в последний раз. Мы не увидимся больше. Так не будем ничего бояться. Я хочу этого. Один раз. Возьмем наше счастье. Любовь моя. Любовь моя. Любовь моя. Любовь моя. Мне проводить тебя? Нет. Ради Бога, не надо, милый. А который час? Не знаю. Не знаю. Прощай же, милый. Прощай. Что ж вы замолчали, поручик. Извольте читать дальше. При команде вперед. Оба противника пошли друг другу на встречу. Причем выстрелом, произведенным поручиком Николаевым. Подпоручик Ромашов ранен был в правую верхнюю часть живота. По истечению установленной полуминуты для ответного выстрела, обнаружилось, что подпоручик Ромашов отвечать противнику не может. Дальше. Дальше. При перенесении подпоручик Ромашова в коляску последний впал в тяжелое обморочное состояние и через семь минут скончался. Скончался. Дети, дети. Сообщите матери. Лучше я сам напишу. Распорядитесь, уточните адрес. Вы свободны, поручик. Слушаюсь. Слушаюсь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...